Привет, друзья! Очень рада вас видеть на новой распаковочке на моем канале Creative Handmade. В сегодняшнем выпуске я наконец-то покажу результаты розыгрыша, которые я уже провела. Я сняла его на видео и в конце вставлю его и покажу, кто же выиграл 500 рублей. Для этого досмотрите выпуск до конца, а мы будем начинать бумажную распаковочку, а точнее обзор и выбор пакетиков. Я помню, как вы все мне писали, грустили о том, что вот коллекция мемы закончилась и тадададам! Как вы видите, я создала коллекцию мемы вторая часть. Я решила не оставлять комментарии без внимания, так как многим пришлась по духу эта коллекция. Вот такие здесь пакетики, давайте смотреть. Первая это вот такая забавная гусеничка. Ой, второй вот такой утенок, который смотрит в камеру. Котик модный очень. Вот такой вот хомячочек. Хаски с большим носом. Вот такой Джерри, которого немного жмыхнуло. Ну и губка Боб в женской одежде. Обложки здесь вот такие. Стикеры еще более смешные и прикольные, чем обложки. Так что советую досмотреть до конца, так как новиночки мы, как всегда, будем распаковывать в самом конце. Теперь приступим к выбору пакетиков, а потом будем уже их распаковывать. Давайте начнем с коллекции, кто это или кто на картинке. Давайте, наконец-таки, возьмем что-нибудь с мужским силуэтом. Наверное, вот такой пакетик. В прошлый раз многие отгадали, какую тиктокершу мы раскрыли в прошлом выпуске. Сегодня я скажу ее имя. У нас всего лишь осталось два пакетика из коллекции «Что в моем холодильнике». Давайте, наверное, сегодня откроем вот такое молочко, а нутелку оставим на потом. Откладываю. Из коллекции «Идеи для открыток» у нас осталось ни много ни мало. Вот столько пакетиков. Давайте сегодня откроем пакетик с вот такой вот гирляндой. Посмотрим, какую открыточку после этого нам можно будет нарисовать. Из коллекции «Весенние стикеры» остались всего лишь три пакетика. Думаю, между вот этим и вот этим. Наверное, вот эту девушку я еще оставлю на потом. А сегодня распакуем вот такой вот пакетик. Из коллекции «Бомбочки для ванны». В прошлый раз попалась не очень похожая на «Бомбочку» «Бомбочка». В этот раз я хочу, чтобы попалось что-то более красивое. Давайте, наверное, выберем вот такую вот ванну со шторками и посмотрим, может нам повезет и попадется «Бомбочка для ванны», которая похожа на «Бомбочку». Из пасхального пазла, здесь немножечко уже задралось, давайте распакуем сегодня яичко с бабочками. Меня как раз просили его распаковать. Из новой коллекции «Мемы» давайте скорее смотреть на пакетики. Конечно же, самые красивые я буду стараться оставлять на потом, чтобы мы могли ими подольше любоваться. Вот сегодня я думаю открыть либо вот этот пакетик, либо вот этот. Давайте, наверное, начнем с губки «Боба». А вот такие останутся на потом. Особенно вот этот код крутой. Просто посмотрите, это какое-то чудо. Два вопросика из коллекции «Вопрос-ответ» мы раскроем потом. И вот столечко у нас сегодня пакетиков на распаковку. Сегодня у нас с вами ни одна коллекция не заканчивается, и это круто. Значит, у нас будут пока коллекции только пополняться, а не уменьшаться. Давайте посмотрим на все пакетики. И начнем. С чего же мы сегодня начнем? Предлагаю вам начать с идей для открыток. Посмотрим, какая идея, а будем идти потом уже дальше после этого. Так, сначала я ищу страничку. Вот. Здесь у нас хранятся идейки для открыточек. Сейчас я вам немножко напомню, какие здесь уже тут были. Все открыточки простые достаточно, их можно повторить. Давайте распечатывать конвертик. Так. Интересно. Интересно. Сейчас я его раскромсаю. Так. Оп. Вот такой вот котик милый с тортиком. Это котик Пушин или кошечка Пушина. Я так и не определилась, девочка это или мальчик. Вот такой вот тоже достаточно простой лаконичный рисуночек. Смотрится очень мило. Номер наклейки, он, наверное, скрыт под пергаментом. Сейчас я отклею его и посмотрим, куда мы прикрепим нашу наклеечку. Так, уголочек я зацепила. Оп. Это у нас наклеечка под номером 1 на первую страничку. Сейчас я постараюсь ее аккуратненько приклеить. Эть. Ну, как бы почти ничего не задело. Пользуйтесь этой идеей, применяйте к себе. И, кстати, ребяточки, не забудьте поставить лайк на это видео, потому что я очень стараюсь для вас. А вы, пожалуйста, постарайтесь для меня. Надеюсь, вам это не сложно, а мне будет очень-очень приятно. Можете еще написать какой-нибудь комментарий, допустим, о том, какое у вас сегодня настроение. Давайте дальше выбирать стикеры. Предлагаю продолжить нашу распаковку с весенних стикеров. Нам придется вернуться немножечко назад. Вот эта коллекция. Это у нас вторая страничка. Вот такая вот. И вот такая вот первая страничка. Сейчас будем распаковывать. Снова мои эстетичные любимые линии. Обожаю их. Эть, 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 эть. Ух ты, ребятки. Нам попались очень красивые весенние цветочки. Кстати, кто обожает тарциссы, с того лайк в комментах. Ой, лайк в комментах. В общем, с вас лайк под видео. Думала еще создать когда-то коллекцию цветочков. Не знаю, подумаю еще. Может быть, создам. Только посмотрите, какая нежнятинка и красота. У нас такая супер весенняя и нежная страничка. А мы идем с вами дальше. И давайте посмотрим, какие пакетики у нас остались. Предлагаю открыть, что в моем холодильнике. Вернемся немножечко еще. Вот сюда наш полный холодильник. Будем смотреть, какие продукты нам попались в этот раз. И будем думать, куда же их можно будет прикрепить. Итак. Не хочет чего-то раскрываться. Давай. Раз. Здесь у нас одна наклеечка, кажется. Давайте удостоверимся. И это у нас вот такой сырок. Посмотрите, какой огромный. Целая головка сыра. Кстати, это, наверное, моя мечта. Я обожаю кушать сыр. И я прям очень хотела бы, если бы у меня дома стояла вот такая вот огромная сырная головка. Давайте прикрепим ее вот сюда. Как раз на самое большое пространство пустое. Надеюсь, в следующем видео она попадется что-то маленькое. И мы прикрепим эти наклеечки вот сюда. И тогда наш холодильник будет прям битком заполненный нашими продуктами. Ну, выглядит реально как почти настоящий холодильник, согласитесь? Давайте, наверное, сейчас я отложу блокнот, отвечу на ваши два вопросика, и мы продолжим нашу распаковку. Так, два вопросика выбираем. Любых. Ох, и скомкала я бумажку. Смотрите как. На какие оценки ты училась в школе? Вопрос, кстати, немножко похож на вопрос из прошлого видео. Я училась в основном на отличной оценке. Девять классов я закончила с отличием. Была такая отличница, вся правильная девочка, такая молодец. В общем, вот. Но, конечно же, без плохих оценок не обходилось. Но я их просто закрывала. Так, у тебя есть лайк? Да, у меня есть лайк. Раньше даже я туда загружала свои видосы, но потом мне как-то перенравилось. Ну, знаете, вот аудитория не моя. Ну, не моя. Вы моя аудитория, я вас обожаю. Я вас как бы чувствую, ловлю то, что вам нравится. Стараюсь, по крайней мере. А вот лайк, ну, не совсем, короче, то, что мне подходит. Так, ну что ж, вопросики такие опять снова быстрые. Нормально, мы закончили их быстренько. Давайте посмотрим, какие у нас коллекции идут дальше. Дальше у нас как раз остался зайчик. Между коллекциями, которые мы уже распаковывали. Ой, как запались пакетики. Блин. Давайте раскрывать яичко и смотреть, какая деталь от зайчика нам попалась в этот раз. Ой, я уже вижу, что это будет. Ребятки, так. Все, что ли? Нам сегодня попалось одно ушко, даже без яичка. Вот такое вот ушко. Вот отсюда. Значит, в следующий раз нам попадется либо голова, либо лапка. Так, ну что ты, ну что ты творишь? Сейчас, наверное, я наклею ушко для зайчика. А потом мы с вами распакуем коллекцию, кто на картинке. И заодно скажу вам, какой тиктокер был в прошлый раз. Точнее, тиктокерша. Так, аккуратненько приглаживаю. И вот такой зайчик уже с двумя ушами, но с одной лапкой у нас получился. Как я и говорила, хочу открыть коллекцию, кто на картинке. Здесь у нас, скорее всего, попадется персонаж мужского рода, но это не точно. В общем, давайте смотреть. Раскрываем. О! Нам попался супер известный персонаж. Я думаю, вы его отгадаете на раз-два. Здесь даже практически думать вам не надо. Ну, посмотрите внимательно на картинку. Я не буду вам давать никакие подсказки. Кто этот человек, я думаю, вы знаете сами. Сейчас только осталось отклеить наклейку и приклеить его. Так. Так, куда, куда, куда? Давайте вот здесь приклеим. Здесь немножечко замялся скотч из-за того, что немножечко скомкалась наклейка. Ну, ничего. Главное, что не скомкалось лицо, и вы по нём его должны 100% узнать. Ну, а в прошлом видео нам, конечно же, попалась Белла Порч. Она очень известная тиктокерша. Сейчас, наверное, одна из самых известных. И вот это её лицо супер известное, когда она сводит глаза вот так вместе и смотрит вверх. Она часто использует в своих тиктоках. Вот, многие угадали. Возвращаемся к нашим пакетикам, к нашему блокаду. Пакнотику. А здесь у нас осталось всего лишь две коллекции. Это новинка этого видео и новинка прошлого видео. Так, сейчас не закрывается. Новинка прошлого видео. Это у нас бомбочки для ванны. Вот такая здесь ванна. Здесь такая застёжка. Нам попалась вот такая бомбочка. Здесь у нас корзинка, здесь полочки. Давайте смотреть, что за бомбочка будет в этот раз. Хоть бы похожая, хоть бы похожая. Хоть бы попалась красивая бомбочка. Так, так, такс. Сколько раз я уже сказала слово так. Нам попалась вот такая вот бомбочка. Кстати, я реально видела, такие делают специально вот с такими пятнышками, как леопардовыми. Ну, мне кажется, это уже больше похоже на бомбочку для ванны. У неё есть как раз вот такая штучка, такой ободок, небольшая пористость. В общем, приклеиваем. Наверное, я тоже приклею её на полочку, а не в корзинку. Сначала мы с вами заполним первую страничку, а потом уже оставшиеся бомбочки будем клеить на полку. Давайте только... Ой, в корзинку, а не на полку. Давайте только на верхнюю часть приклеим. Вот так получилось. Вот такая у нас модная леопардовая бомбочка. А теперь переходим к самому интересному и долгожданному. Будем открывать коллекцию мемы. Мемы, вторая часть. Здесь у нас нет зацепочки. Я её сделать не успела. Я буду просто срезать вот этот краешек ножницами. Итак, я срезала вот по самому краю. Ещё не смотрела, что там должно попасться. Так что давайте смотреть вместе. Аккуратненько открепляю. И кажется, я уже знаю, нам попалась очень-очень смешная гусеница. Просто посмотрите. Боже, я когда рисовала, я её просто угорала. Она у нас со второй странички. Я не знаю, ни с какого она мультика, ни с какого она фильма, возможно, с какой-то игры. В общем, я не знаю, откуда она, но она настолько, блин, смешная. У неё такие щёки. Этот открытый рот вообще чёткая, короче. Мне понравилось. Отклеиваем и отправляем нашу гусеничку на свой номерок. Вот такая красотка получилась. Надеюсь, вам тоже понравилось. Ребятки, не забудьте поставить лайк на это видео, подписаться, если вы ещё не подписались. Ну и, наконец-таки, уже переходим к результатам розыгрыша. Смотри дальше. Итак, давайте быстренько с вами проведём конкурс. Захожу под видосик. Теперь нужно мне скопировать ссылку. Быстренько её вставляю в строку программы по розыгрышу и начинаем. Маленькая быстренькая обработка. Вот, супер! У нас как раз попалась девочка, которая указала и комментарий, и указала свои данные. Всё хорошо. Сейчас я найду девочку в инсте, сообщу ей о розыгрыше, о выигрыше, точнее. Спасибо всем за участие. Я постараюсь почаще проводить такие конкурсы. Я обязательно скину Вике 500 рублей. Я её поздравляю. Всё. Всем спасибо. Продолжение следует...